Курочек немного, курочек всего, ну, наверное, штук 50. Они у нас содержатся на вольном выгуле. Вон они все столпились. Вольный выгул – это вот все, они копают червячков, роют, мух ловят. Яйца кур, которые содержатся на свободном выгуле, Антонина Гордиенко, хозяйка небольшой фермы, называет экологически чистыми. Все говорят, домашнее яйцо, домашнее яйцо. Но когда оно содержится в клетке и потребляет пшеничку, которая, извините, с полей потравлена, это уже совсем другое. Люди начинают с пониманием относиться уже к эко-едам. Что такое эко-едам? Яйца, козье молоко, сыры. Женщина уже 20 лет проживает на даче и занимается фермерством. Мы уже снимали сюжет об этом 4 года назад. И рада, и рада, и рада, и рада, и рада. Вот она. Юча, юча, юча. Во время кормежки, во время дойки, называешь ими, они быстро привыкают. 4 года назад было 40 коз и ослица. Осенью прошлого года – порядка 60. Однако в этом году женщина решила сократить стадо до 17 голов и немного поменять вид деятельности, сделав упорно агротуризм. Агротуризм нужно совмещать природу в единое с житием. Притягиваем людей, которые приезжают с детьми в основном, знакомятся на контакте с животными. Животные очень социальные, подходят, подпускают к общению хорошо. Смотрю на них, дети дикие, на все шугаются. Курочка – это у нее гусь, гусь – это у нее курочка. Чаще всего приезжают гости из Барнаула и ближайших районов. Плюс рядом санаторий, а там география обширная, говорит хозяйка фермы. От Санкт-Петербурга до Владивостока. Развивать агротуризм женщина планирует по-своему. И делать это нестандартно и особенно. У нас чем проще, тем круче получается. Вот у нас приезжала ко мне француженка. Я торт сделала, пироги, стол накрыла. Она приходит, говорит, господи, мне ничего не надо, ничего не надо. Дайте мне плед, и я пойду под березкой полежу. В планах расширяться и дать возможность людям погрузиться в сельскую атмосферу еще глубже. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.